Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Сняла жилье и оказалась последняя. В Адлере в пожаре погибла молодая женщина. Добавил машине лошадей. На границе в Сочи задержан автомобиль с кониной в бензобаке. Бесплатно и без записи. Проверка головы и шеи. Сочинцы смогут пройти обследование у онкологов. Мастера малой ракетки разыграют медали всероссийского турнира. Специальный приз назван именем известного сочинца. В Адлере в пожаре погибла молодая женщина. Рано утром во вторник загорелась комната в мансарде жилого дома на улице Ленина. Соседка вызвала пожарных. К ликвидации огня были привлечены 6 единиц техники и 19 человек. Было эвакуировано 20 человек. Одна женщина госпитализирована. После того, как пламя удалось потушить, в комнате обнаружили тело 29-летней женщины. По предварительным данным она снимала там жилье. Как сообщила городская администрация, трехэтажный частный дом в качестве средства размещения зарегистрирован не был. То есть фактически хозяин незаконно сдавал помещение. Выяснением причин пожара сейчас занимаются следователи. В настоящее время следователям проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точные причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. В администрации Адлерского района создана оперативная комиссия по оказанию помощи пострадавшим. Добавил машине лошадей. На границе в Сочи задержан автомобиль с мясом в бензобаке. Внимание таможенников привлекла машина, прибывшая из Абхазии. При досмотре с помощью специального оборудования в бензобаке был обнаружен тайник с 17 пакетами свежего мяса. Общий вес более 50 килограммов. Водитель пояснил, что конину он приобрел в Абхазии для личных целей. Зная об ограничениях на ввоз продуктов питания в России, он скрыл товар от таможенного контроля. Товары автомобиля изъят и конина направлены на экспертизу. Возбуждены два дела об административных правонарушениях. Ну и добавлю, что без документов и ветеринарного сертификата в Россию можно ввести до 5 килограммов готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке. Полтора миллиона кубанцев пришли отдать свой голос в минувшее воскресенье. Итоги выборов на Кубани обсудил сегодня глава региона с председателем Край-Избиркома. Вениамин Кондратьев поблагодарил Алексея Черненко за достойный уровень подготовки избирательной кампании. Краснодарский край показал одну из самых высоких явок в стране. С отметкой в 62,7% Кубань в десятке лидирующих по этому показателю регионов России. Людям не все равно, кто будет в власть на местах. Это самое главное. Не все равно. И это, наверное, то, что отличает сегодняшнюю современную Кубань от Кубани вчерашней. Ведь мы можем смело говорить, что явка этих выборов составила практически 63%. А в 2014 году на аналогичных выборах она была 48%. Конечно, налицо активность, нарастающая активность жителей края. Еще раз подчеркну, для меня это принципиально важно. Потому что люди должны принимать активное участие, в том числе и влиять на власть на местах. А через выборы, безусловно, они смогут это делать, потому что это есть как раз прямое волеизъявление жителей. Там, где они непосредственно живут, и на ту власть, которая непосредственно будет работать в этих поселениях. Для меня это принципиально важно. Я хотел бы, на самом деле, Арсенечка, благодарить вас, всех членов территориальных избирательных комиссий, конечно, и глав муниципальных образований, всех, кто принимал участие в организации и проведении выборов. Что касается результатов, они подведены, определены победители по каждой из компаний. Но мы не склонны расценивать ее с точки зрения победителей и проигравших. Мы полагаем, что, и по крайней мере, мы все для этого сделали, чтобы жители Кубани смогли избрать самых достойных. Вне зависимости от того, какой партийной принадлежности они относятся, каких убеждений они придерживаются. В этом году, в единый день голосования впервые для края, одновременно прошло 539 избирательных кампаний. Они проходили практически по всему региону, в 41 муниципалитете. Кубанцы выбирали 148 глав поселений и больше 6 тысяч муниципальных депутатов. 8 сентября свои двери открыли 1786 избирательных участков. Вся их работа была направлена на то, чтобы сделать выборы максимально прозрачными и честными. Губернатор отметил, что жители региона становятся активнее, проявляют заинтересованность в своем будущем. Избирательная система – это все-таки тот механизм, наверное, даже инструмент в руках людей, которые, на самом деле, им может, кто придет, конечно, на выборы и приходит на выборы, напрямую влиять на то, какая будет власть. Люди должны сами в это верить. Они должны знать, что каждый голос – это тот инструмент, который, на самом деле, позволяет им определять и собственную судьбу, и судьбу собственных детей. Разделяю ваш подход, что не важна партийная принадлежность, а важно, чтобы территориальные органы, поселковые органы, власти были избраны достойными. Те, кому люди, жители оказывают максимальное доверие, и неважно, какой мандат у них в кармане, какой партии находится, нам нужны люди дела. Нам нужны те, кто созидает, кто максимально способствует развитию своего поселения, в совокупности района, ну и, конечно же, края. Вот такие сегодня должны быть во власти. Те, кто неравнодушен к проблемам своего поселка, проблемам людей, которые не просто понимают, разделяют эти проблемы, но и способны их решать. В завершении встречи Вениамин Кондратьев выразил соболезнование в связи с трагедией в Отрадненском районе. Там в ночь после выборов в ДТП погибли три члена территориальной избирательной комиссии и один наблюдатель. По поручению губернатора, власти муниципалитета уже оказывают семьям погибших необходимую помощь. Глава региона попросил Алексея Черненко поддержать родственников и со стороны избирательной комиссии. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Краснодарском крае стартовал кадровый конкурс «Лидеры Кубани». Решение о его проведении было принято губернатором в прошлом году. Цель конкурса – выявить перспективных менеджеров и руководителей. Регистрация участников началась 1 сентября. Немало заявок отправлено из Сочи. Свои силы в конкурсе «Лидеры Кубани» может попробовать любой россиянин, не старше 50 лет и имеющий высшее образование. Важен и стаж работы. До 30 лет конкурсант обязан отработать по специальности не меньше года. Старше – необходим опыт руководства – не менее двух лет. Этим критерием вполне соответствуют предприниматели Сочи Юрий Меньшиков. Он уже создал личный кабинет на сайте «Лидеры Кубани.рф», заполнил анкету и готовит видеоролик с презентацией. Рассказать собирается о себе лично и о своем проекте, который разработал вместе с городским управлением молодежной политики. Проект называется «Цитрус» – дословно «Центр трудоустройства студентов». Полезен он не только молодежи, но и работодателям, и индивидуальным предпринимателям. На базе центра регулярно проходят семинары и мастер-классы на разные темы. Мы убираем барьеры у наших предпринимателей о том, что именно надо брать людей только с опытом. Но это не так. И наоборот, люди без опыта – это более перспективные кадры. Это те кадры, из которых впоследствии больше шансов даже сформировать команду, то, что обычно люди, наши предприниматели хотят. В первую очередь, я бы хотел, участвуя в данном конкурсе, пообщаться с лидерами мнения нашего края, получить обратную связь, какую-то экспертную от более опытных коллег. Ну, повторюсь, потому что для меня общественная деятельность важна, и мне бы хотелось в ней развиваться, и хотелось бы быть более в ней успешным, более коротким путем, достигать как-то и быть эффективным. Задача конкурса «Лидеры Кубани» – не только выявить талантливых управленцев, но и дать им знания и опыт. Конкурсанты на очных этапах встречаются с лидерами крупных корпораций, а финалисты участвуют в образовательных программах и проходят полугодовую стажировку в различных организациях края. Оставить заявку на участие в конкурсе можно до 30 сентября. В октябре пройдет дистанционный отбор, на котором конкурсанты в режиме онлайн-тестирования представят свой управленческий потенциал. В ноябре пройдут зональные полуфиналы, ну а самые перспективные и талантливые примут участие во втором кадровом форуме. Он пройдет в декабре в Краснодаре. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи проводят соцопрос женщин в декретном отпуске. Так специалисты Центра занятости населения смогут выявить, желающих пройти бесплатное повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку в период отпуска по уходу за ребенком. Опрос проводится в поликлиниках, роддоме, детских садах, управлениях соцзащитой и центрах занятости курорта. По данным Краснодарстата, сегодня в организациях региона занято 47 700 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Длительный перерыв в работе часто создают ситуацию, когда женщине бывает недостаточно той квалификации, которую она имела до ухода в декрет. Результаты опроса позволят выявить потребности молодых мам в трудоустройстве, гибких формах занятости, профессиональном обучении, мерах соцзащиты, содействии в организации присмотра за детьми. Социологический опрос проводится с 5 по 20 сентября в рамках национального проекта «Демография». Продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok Сочинцы могут бесплатно пройти обследование в рамках профилактического проекта «Кубань против рака». Дни открытых дверей посвящены ранней диагностике опухолей головы и шеи. Врачи будут вести прием с 14 сентября с 9 до 14 часов в онкодиспансере. Предварительная запись и направление не требуется. Выявление рака на ранних стадиях, когда болезнь поддается лечению, одна из приоритетных задач федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Благодаря ему к 2024 году смертность от рака должна снизиться на 5,5%. Сочинцам предлагают посчитать птиц. Кавказский заповедник приглашает принять участие в учете птиц в Приазовском заказнике. Он начнется в середине сентября и продлится до конца октября. Сначала в Приазовском будут работать специалисты заповедника и приглашенные орнитологи Краснодарского края. А с 1 по 7 октября в заказник прибудут представители Союза охраны природы из Берлина и Еревана, орнитологи из Ульяновска и других городов. Присоединиться к ним 6 октября смогут и специалисты, и любители природы с профессиональной фототехникой. Для этого надо зарегистрироваться на сайте заповедника. Октябрьское мероприятие включено в международный осенний учет птиц, который будет проходить по всей Европе 6-7 октября. На протяжении 10 дней в Сочи звучала классическая музыка. На курорте выступал Санкт-Петербургский оркестр классика под руководством заслуженного артиста России дирижера Александра Кантерова. За 10 дней в городе состоялись 10 концертов из цикла «Музыка радости», посвященного столетию писателя Даниила Гранина. Сегодня фестиваль завершил свою работу, итоги подвели на пресс-конференции. Фестиваль классической музыки и петербургские сезоны в Сочи симфонический оркестр классика проводят с 2002 года. Цель возрождения – развитие традиций летних сезонов, существовавшей в Сочи на протяжении нескольких десятилетий, в 50-е и 70-е годы, когда на курорте выступали лучшие отечественные исполнители. Дирижеры Мравинский и Зандерлинг, пианисты Рихтер и Гилельс, Крипачи, Острах и Коган. Эти традиции возрождает симфонический оркестр классика, которым руководит Александр Яковлевич. Были огромные толпы жаждущих попасть на эти концерты, эти аншлаги говорят о том, что интересы у нашего сочинского культурного человека, у наших гостей, которые приезжают в наш город в том числе и посетить наши необыкновенные культурные мероприятия. Он очень велик. Александр Кантеров – идейный вдохновитель фестиваля. Именно по его инициативе в Сочи вернулся летний фестиваль классической музыки. Я вообще все очень люблю. Я с такого знания любви этому городу начинаю, потому что когда-то, очень давно, я играл в оркестре Ленинградской еще филармонии. Мои первые расстроили в качестве артиста оркестр. На 1 сентября было открытие. Я ни минуты не думал. Я сыграл про Кофе и Петю Волк. Пускай там взрослые. Я говорю, у нас сегодня с вами оркестр собрали. Я вам расскажу про оркестр в уникальной форме, а вы своим детям, значит, заразите любой оркестр. Был еще один выездной концерт детский. Так что мы программу выполнили. И давайте друг другу пожелаем продолжения. В перспективе Александр Кантеров пообещал привезти в Сочи не только свой оркестр, но еще и балетную программу. На трассе в Сочи завершился сезон 2019 года в российской серии кольцевых гонок, который выявил победителей в нескольких гоночных классах. От туринга до болидов с открытыми колесами. Команда «Лада Спорт Роснефть» стала чемпионом в двух гоночных классах. Команда «Лада Спорт Роснефть», которая выступает в кольцевых гонках сразу в трех гоночных классах, успешно завершила чемпионат 2019 года. В классах «Суперпродакшн» и «С-1600» пилотам желтых автомобилей не было равных на трассе, а команда стала абсолютным чемпионом. Кроме того, в туринге, самом мощном классе, где моторы и автомобили развивают мощность в 350 лошадиных сил, «Лада Спорт Роснефть» вошла в тройку сильнейших. Впрочем, пилоты признались, скорость и результат гонки зависят не только от гонщика. На предыдущем этапе мы оформили личное первенство в классе «Суперпродакшн». Сегодня мы оформили командную победу в этом классе. Я оформил бронзу. Все автомобили российской серии кольцевых гонок заправляются гоночным топливом «Пульсар-100» от компании «Роснефть». Мы уже сотрудничаем второй год, и за это время никаких нареканий. И отрадно, что через год после того, когда это топливо было создано специально для гонок, было опробировано в экстремальных условиях гонок, оно на сегодня доступно и для простых водителей, потому что на всех заправках «Роснефть» люди могут приезжать и заправляться к «Пульсар-100». Так что проверенное и заряженное спортом рекомендуем. Зрители, которые пришли на трибуны в эти выходные, стали свидетелями не только красивой и захватывающей борьбы на трассе, но и получили массу впечатлений за ее пределами. В Олимпийском парке было организовано при поддержке «Роснефти» красочное автошоу от одной из самых известных в России дрифт-команд ИИТИМ из Санкт-Петербурга. Они стали специальными гостями мероприятия. Команда привезла с собой уникальную автомобильную технику, в том числе для организации дрифт-заездов, а также мотоакробатов и музыкальное сопровождение. Мастера «Малой ракетки» разыграют медали всероссийских соревнований. В «Югспорте» с 12 по 15 сентября пройдет открытый сочинский турнир по настольному теннису. Он стартует уже в 49-й раз. Раньше на первом этапе соревнований проходили командные встречи профсоюзных коллективов, а затем лучшие участники первенства и приглашенные спортсмены боролись за медали в одиночных разрядах. В дальнейшем турнир был включен в единый календарный план, и соревнования стали проводиться в пяти разрядах – мужском и женском одиночном, мужском и женском парном и смешанном. В турнире в свое время принимали участие сильнейшие спортсмены Советского Союза. Учреждены пять индивидуальных специальных призов по одному в каждом разряде. Один из них носит имя Игоря Витошина, вложившего много сил в развитие настольного тенниса в Сочи. Вручается победителям в мужском парном разряде. Вход на турнир для зрителей свободный, но при себе нужно иметь удостоверение личности. Начало игр ежедневно с 10.00. Финалы пройдут в заключительный день соревнований 15 сентября. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радиск» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, но также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Предоставлено мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова